Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну как так ты думаешь? Ну ты же мужик, думаешь? Ты же мужик там, да? Знаете, как в том анекдоте? А я же мужик. Не помните, что ли? Вы что? Короче, короче, слушайте, муж с женой лежат в постели, да? Ну муж с женой. Тут жена просыпается, толкает мужа в бок, говорит, вставай, скотина, ты обосрался. Тут такой хоп, говорит, смотрит, говорит, да блин, мне, говорит, просто приснился, говорит, страшный сон. Так, хоп, говорит, что за сон, говорит? Говорит, да вот, как будто я иду, говорит, по парапету, говорит, 25 этажа, вдруг срываюсь вниз и лечу, лечу, лечу. Жена, говорит, блин, говорит, я бы, наверное, умерла от страха. Он, говорит, видишь, говорит, а я, говорит, мужик, я всего лишь обосрался, понимаете? Так вот, ну как бы, ну плохой анекдот, ну ладно, как бы, вот. И вот здесь примерно вот то же самое. Вот так вот, ладно, короче. А я, короче, распал, там, что-то там опять там берешь, там опять смотришь на это маленькое-маленькое такое чудо. Вся эта, всякая одежда ей большая, потому что она всего лишь 48 сантиметров. Блин, у нас собаки тяжелее, у нас шпицы больше 3 килограмм, понимаете? А это такая маленькая ника, да, пока собаки пока у тещи, а то я думаю, что там здесь, если это, а знаете, такая прям голосистая, прям звук такой прям, дай боже, думаю, как вот такой маленький может издавать такие звуки? Одно жалею, знаете что? Одно жалею, что вот у меня раньше соседи были, трансвистюги, да, чтобы им жилось хорошо, и они там периодически там как бы охи-ахи, я вот теперь жалею, думаю, ну ребят, думаю, ну трансвистюги, ну зря вы так уехали раньше времени, сейчас бы я отомстил бы, ну серьезно, сейчас бы я отомстил. Сейчас что у меня сейчас? У меня там сейчас ребятеночек, да, он так звонко кричит, думаю, вы бы поймали, кайф бы, серьезно говорю. Ну, в общем, ладно, нифиг жаловаться, мы сами пошли на этот шаг. В любом случае, забрал, все хорошо, всем огромное спасибо, да, кстати, я еще забыл же упомянуть, а то скажете, Макс, ну, как бы даже спасибо немножко, я, да, ребят, извиняюсь, я вчера почему-то так быстро на эмоциях и так далее, вчера, что-то я у меня вчера, не знаю, я вчера тоже как бы не спал всю ночь, встал рано, поэтому что-то такое, забыл поблагодарить. Потому что все-таки у нас же есть, да, Александр Владимирович Ш, 500 рублей, Татьяна Геннадьевна, 171 рубль, Юлия Александровна С, 2000 рублей, Роман Геннадьевич побил все рекорды, я не знаю, вот Роман Геннадьевич, плюс 15 тысяч рублей, Наталья Витальевна Ш, плюс 3000 рублей, Вячеслав Иванович С, плюс 1000 рублей, Максим Анатольевич Х, плюс 500, и про Владимира Михайловича, кстати, Владимир Михайлович, я его узнал, это у нас, наш давний подписчик с Томска, да, 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 вот как бы так, вот так вот. Да, и вот, кстати, на Тинькофф тоже сейчас я просто скажу, просто не люблю быть неблагодарным, как бы огромное спасибо, поэтому сейчас упомяну, 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 упомяну всех. Значит так, Решат Ш, Решат, плюс 500 рублей, поздравляю с рождением дочери, вот видите, в Тинькоффе, что хорошо, можно еще и подписывать, можно еще и подписывать, все, вроде бы все, все. А, Валентина Б, плюс 500 рублей, Юрий Г, плюс 1500 рублей, вот, ребята, всем огромное спасибо, как бы, и до этого я уже говорил, как бы, всем огромное спасибо. Вчера, кстати, забрал свой мотоцикл, мотоцикл забрал непосредственно с автошколы, я про автошколу отдельно вам сниму сюжет сегодня, там просто трэш, и, ну, коротко скажу так, ребят, если кто-то хочет получить права в Сочи и хочет выучиться, и нормально все, есть такая автошкола, матрица, у которых нет ни своих мотоциклов, ничего нет, который просто является, как, типа, риелторская прокладка между нормальными компаниями и ненормальными, вот, есть вот такие ребята, это школа матрицы, если вам не нужны нервы, не нужны там еще что-то, то есть, нужны нервы и все остальное, я рекомендую обратиться туда, если вам, как бы, хочется, знаете, чтобы, если вдруг какая-нибудь там ситуация, когда там что-то непонятно, что вас просто блокировали, киндрение Фини и к Жукамайским, и все, понимаете, трубки не брали и так далее, то туда к ним, как бы, директриса, у них, у нее очень хамское отношение, прям реально, как бы, ну, я не знаю, вроде бы, как сначала вроде улыбается, улыбается, а потом, как бы, не знаю, но относится, может, как к двоечникам, но, с другой стороны, когда ты ставишь двойку своему ученику, ты же ставишь двойку, прежде всего, сам себе, ну, согласна же с этим утверждением, я думаю, многие из вас согласятся, так вот, так, да, еще один вопрос, вариант, если вдруг вам предлагают сделать права, да, например, и вы при этом хотите все равно, да, например, категория A, но вы все равно хотите получить, получить, ну, как бы, обучение, все, смотрите, вот, я, например, заплатил 70, 70 тысяч рублей, ну, со всеми дополнительными расходами примерно заплатил 85-90 тысяч рублей, примерно, да, и все, он права не получил, по большому счету, ну, не получил права, бывает такое, так вот, смотрите, как бы я сейчас бы сделал, вернулся бы на, вот, в март месяц 2024 года, как бы я сделал, я бы сделал по-другому, я бы купил права, права стоят 30 тысяч рублей, прям, все официально, все у тебя, как положено, стоит 30 тысяч рублей, то же самое, что в автошколе, в автошколе 30 тысяч, а это просто, ты берешь, покупаешь права, все, как положено, с отметками, все, а вот эти 40 тысяч я бы взял бы так же, просто оставил на профкурсы, на профкурсах, эти, которые 40 тысяч бы отдал, тебе дали бы эти самые 10 занятий, потому что каждое занятие стоит 4 тысяч рублей, и там бы тебя научили бы правильно кататься, но у тебя были бы права, без нервотребок, без ничего и так далее, ты смог полностью посвятиться, в итоге, получается, ты даже бы и дешевле вышла бы, и толку было больше, потому что, когда вы платите 30 тысяч за категорию А, чтобы вы понимали, вас просто там, не знаю, вас 5 занятий, просто вас берут и учат на той самой, не знаю, там, восьмерке, доске и так далее, вы дальше, дальше, второй передача, вы даже, вы просто, когда обучаетесь на мотоцикле, вы думаете, что у вас есть всего лишь 2 передачи, понимаете, первая и вторая, все, больше нет, потому что там больше нигде не поднимется, и, соответственно, вы выходите, хоть у вас есть права, но вы не, как бы, вы просто будете нубяры, и вам, реально, вы разложитесь на первом повороте, вот как я вчера разложился, у меня видео будут снимать, вот так же и вы разложитесь, просто разложитесь, прям, перед первым таксистом, скажем, о, все, я согласен, и упадете, понимаете, как я вчера, когда перегонял, я вам все это покажу, вот как бы так, поэтому, ребят, ну, если бы я сейчас делал, я, конечно, за то, чтобы было все по закону, ну, увидите, как у нас все по закону получилось, с этими тремя попытками, с этими мотоциклами непонятными, опять я, когда приехал забирать, опять смотрю, опять там, что-то, какой-то, пришел ученик, опять не заводится, что-то еще, ну, это бредятина, ребят, просто, а я, так получается, вот, до января месяца, я, получается, по сути, бесправным буду ходить, правильно же, до января месяца, ну, почему так получается, да, хрен его знает, поэтому, не знаю, как бы, если честно, я даже, как-то, знаете, уже переболел, или как-то перегорел мотоциклом, сейчас решил все-таки продавать, перегорел я немножко, потому что, даже вчера проехался, прям, особо кайфа не испытал, потому что жарко, это первое, второе, ну, неудобно, вот, если ездить на мотоцикле по правилам, правилам, по правилам, как я ехал вчера, вот, если реально ехал по правилам, ты быстрее, чем на автомобиле, не доедешь, если ты едешь по правилам, понимаете, вот, если ты реально по правилам едешь, а если ехать, там, без правил, там, выезжать, там, на, вот, сейчас, как на Камре ехал, там, на пешком, на переходе обогонял, если так ехать, как дебил конченый, то тогда, получается, ну, мягко говоря, ну, не совсем то, ребят, ну, вот, как бы так, вот, это мое мнение, Поэтому, не знаю Может быть мотоцикл хорошо Я думаю, попробую себя В качестве эндуро Может быть, да, может быть там По говну покататься и так далее Ну вот, например, я сейчас думаю Если у меня были сейчас права Поехал бы я В Дагестан, например, на мотоцикле Без какого-то комфорта Ну, не знаю Скорее, может быть, нет чем да Не знаю, короче Думаю, я сейчас тоже проехался Мотоцикл хороший, все классно Но эта искорка пропала Вот эта, знаете Тяга к мотоциклу Короче, не знаю, ребят Не знаю, как вам объяснить Ну да ладно, кого дергает, как говорится, чужое горе Сам разбирайся Со своей гребанной жизнью Кто-то из вас скажет И вы будете правы Потому что каждый сам решает в этой жизни Что ему делать, а что ему не делать Так вот Так вот Так вот Сочинцев лишили тысячи желаний Чтобы спасти природу Короче, у нас был один мост Где у нас завязывали там всякие эти Там замки вешали Ну, желания, понимаете А в итоге что получилось? В итоге вот Получилась такая штука Что сказали Идите со своими приметами дебильными Говорит, в задницу Говорит, все, говорит Природа должна быть Кто-то скажет Ты за первое или за второе? Блин, я, конечно, за первое Я вам помню, первый раз женился Когда, первый раз женился Замок повесил Там ворс едет на мосту Что-то еще Ну, ничего Как бы Ну, все прошло плохо Я Не прожил долго и счастливо И прожил только всего лишь два года Понимаете? Ну, полокете фишку А здесь мы уже С моей женой Уже не стали Никакие замки вешать Ничего не стали делать И уже, я думаю Что мы проживем Долгую Сознательную Красивую Прекрасную Жизнь С дочкой А может у нас еще И сыночек появится Представляете Как мне было тяжело От вас скрывать Девять месяцев Что у меня Жена беременна И так далее И вот Короче, вот такая штука Зла из бузулка Ладно Три дня Три дня Рая И три дня Ада Туристка поделилась Впечатлением Путешествия в Абхазию Короче Она говорит Все хорошо Три дня было нормально Все хорошо Все прекрасно Потом, говорит Мы, говорит Короче Потом мы, говорит Схватили какую-то Кишечную инфекцию И просто, говорит Обнимались С белым другом Ну, конечно Шляпка какая-то Да, и опять же Говорит Непонятно Говорит Не знаю, что можно есть Чего нельзя есть Где можно купаться Где нельзя купаться Ну, вот как бы так На самом деле Так можно и в Сочи И в Анапе Поэтому ничего плохого нет Есть такое понятие Как человеческий фактор Газовый баллон Херакнул В Сочи На автозаправке Представляете Прямо так Двое название Херакнул Нифига себе Устроил всем Хиросиму Ингерсаки Вот так вот Доступ На Медальную площадь Сириусе Временно Ограничен Потому что там Проходит целая куча мероприятий Шум Суета и свинство Стало известно Как жители Сочи Относятся К туристам На самом деле Вы знаете Как бы Туристы Туристами Рознь И Так же Как и водитель Рознь Так же Как и пассажир Рознь Так же Как и риэлтор Риэлтор Рознь Есть И те И те Ну, например Вот если взять Мою статистику Вот мою статистику Но У нас Существует Правило Парета По правилам Парета У меня По моей статистике 80% Это нормальные Хорошие Адекватные В том числе И туристы Вон вчерашний выпуск Смотрели Который второй Да Где там Позитивные ребята Из Москвы Классно же Классно А вот сегодня Например Я загружу Уже Загружу Уже будет Выпуск С чиновником Он конечно Был не такой Сильно разговорчивый Пришлось его Приболтать На разговоры И все Это уже Наверное Будет последняя часть Будни такси В Сочи Потому что Ну не знаю Потому что Мне жалко Свое время Терять На все Это лобудение Честное слово Наверное С чиновником Это будет последняя часть Потому что Лично я Не знаю Лично я Ну считаю Что мое время Гораздо стоит дороже Чем Снимать Такого рода Развлекательный контент Все таки Я с этого контента Ничего не зарабатываю По большому счету Я зарабатываю Столько с продажей Недвижимости Поэтому у меня Сейчас висит Три заявки Первое Нужен дом Либо квартира В пределах 40 миллионов рублей Я уже несколько Вариантов нашел Дом или квартира В пределах 40 миллионов рублей Ну и то и то Должно быть с ремонтом Квартир должен быть Больше 100 Должно быть как минимум Две А лучше 3 спальни В общем Пределок От 30 до 40 миллионов рублей Это первый запрос Кстати сегодня Я покажу Дом в центре Сочи За 40 миллионов Я нашел Второй у меня Запрос Это Нужна квартира В жилом комплексе Атлантис В Атлантисе Нужна квартира Однокомнатная Это 37 квадратных метров Ну как бы Не меньше И нужен бюджет Короче до 13 миллионов Лучше 12-13 Если кто-то Как бы продает Квартиру В жилом комплексе Атлантис Вы обращайтесь Я с большим удовольствием Помогу вам продать Жилой комплекс Атлантис Третий Запрос Который прямо здесь Сейчас Все кстати За наличку Без ипотек Без ничего Без кредит Третий запрос Нужна квартира 45 квадратных метров Не меньше В районе Мамайка Нужен статус квартиры Там Подходит И каньон И Волжский И Посейдон И все Там Лимит получается 17-18 миллионов рублей 17-18 И Там Например Ну вот Как бы 45 квадратных метров Ну это В принципе нормально Реально Цена Тоже Наличный Расчет Нужен Ну и Микроэн Мамайка Да Кстати По Атлантису Вот если В пределах 13-12 миллионов рублей Нужна однокомнатная квартира Именно Именно Ну можно Черновую А если С ремонтом То Лимит До 15 миллионов рублей Но Черновая Вот Желательно 12,5 12-13 Ну что-нибудь В этом духе Просто У нас Были Недавно Такие предложения Мы их Реализовали Потому что Люди Которые Посмотрели Хоть раз В жизни Атлантис Их Никак в жизни Не загонишь Например Никак в жизни Не закончишь Ни в Сочи парк Ни в кислород Никуда Поэтому Тоже Ребята Имейте это ввиду Если есть Готовы Быстренько Выйти на сделку Значит так Нужна большая Квартира В пределах 40 миллионов рублей Нужна Квартира А И еще Нужна квартира Мне Как бы Либо в жилом комплексе Раз-два-три Либо в жилом комплексе Министерские озера Тоже Нужна квартира Там наличный расчет Единственное Что там будет Материный капитал Используется Нужна квартира До 20 миллионов рублей Ну нужна квартира 90 квадратных метров Ну с ремонтом Министерские озера Тоже Сделка Прям сразу Вот такие Четыре запроса Актуальные есть Если вдруг У кого-то Что-то такое Информация есть То обращаемся Как бы так Помогу вам продать А то вы говорите Что в Сочи Ничего не продается Ну вот Четыре у меня Прям таких вот Запросов Которыми я буду работать Поэтому не будет Времени Выходить на линию И снимать Развлекательный контент Ладно Значит так В Сочи Планируют Расширить КПП Адлера Ну потому что Там В Абхазию Ну это просто С категории квеста Пройти Поэтому будет Рапускная способность Три раза больше Только не знаю Как оно будет Если туда никто Не хочет идти работать Ну например Там таможенники Зарабатывают Там 70 тысяч рублей Месяц Но там очередь Не выстраивается 70-75 тысяч Там не выстраивается Да график Вроде хороший День Ночь Отцепной Выходной Но туда очередь Не выстраивается Пока что виртуально Автодор Показал обход Адлера 10-ти километровый Отрезок Показал За 5 минут Как это будет Приехаться Как это будет Преодолеваться Именно обход Адлера Это будет платный участок Это будет участок По две полосы В каждом направлении Ну вот Уже быстрее бы реализовали Обход Адлера И было бы Как говорится Нам счастье Пока в Адлер Никто сваться не хочет Короче Названа вероятная причина Пожара в суде Сочи У нас же Суд в Сочи-то сгорел Кедрине Феник Жукамайский Ну сказали Как вся проводка И так далее Хотя мы договорились Что проводку Ни слово Да мы уже все-таки Трезвый канал Ну вот скажут Что виновата проводка Сочи занял Третье место В рейтинге Качества жизни В итоге получается Учитывалось все Медицинское обслуживание И так далее Ну как бы Заняли третье место Нормально Нормально все Ладно В Сочи Создадут Реестр Дольменов Я не знаю Что такое Но создадут Это хорошо Создавать Не разрушать Правильно же Правильно Видите На мотоцикле едет Блин Счастливый Довольный Классно А я что-то Прямо Знаете Такое Прямо Прямо Такого кайфа На мотоцикле Я почему-то не испытываю Значит так Новым Новым Вице-губернатором Кубани Получивай ее решение И у меня то же самое Я проблемы знаю Я знаю пути решения Как навести порядок С этими Автохаумами Камеры бы развесили И все И вот Человеческий фактор В виде гаишника Даром был не нужен Да Легко же Легко Как навести порядок С парковками Да тоже очень легко Как навести порядок С жилыми комплексами Да тоже очень легко Все это делается Прям легко Прям легко Легко и просто Ну да ладно Просто может быть Кому-то Не нужно это Значит так 40 человек Кстати Находилось в горящем здании Суда 40 человек Ну а что Бывает такое 40 человек 40 человек Да кстати Сейчас девочки Которые подрались Нас на ривьере Там блин Такой мат Все Ну ребят Вот девочки Ну вам реально Не стыдно Вы как бы Общаетесь Как конченные колхозанки Ну делетесь Вы делетесь Кстати Вы подрались Даже лучше чем мальчики Ну Как Откроете рот Так извините То даже Даже Вы этот рот Даже Короче Плохие сравнения Не хочу Сочинец Облатил 2,3 миллиона рублей Чтобы не стать Уголовником 2,3 миллиона рублей Это алимент Он оплатил Чтобы не Чтобы его не посадили Вот как бы так Скажите Вчера иномарка Упала С обрыва В Сочи Ну а что Бывает такое Традиции Рыцарства В Сочи Водитель автобуса Вызвал пассажира На дуэль Богатыри Не вы Даже Богатыри Не вы Кто там у нас Названиваться Трапа раньше Ну-ка Алло Алло Да здрасте Добрый день Меня зовут Иван Специалист Банка Русский стандарт Звонит Акционном Предложении Делайте Пар минут Иван Иди в жопу Извините пожалуйста Мы просто Не задрали Представляете Время сейчас 18 минут Девятого А если бы я из дома Не уехал Мне названивались Эти придурки Да Ну С этими Русский стандарт Еще что-нибудь Не надо нам ничего Не надо Мы сами справимся Так вот У нас водитель автобуса Ехал как конченый мудак Я посмотрел по видео Да Он там ехал С левой стороны Обгонял Что-то еще Просто ехал Как конченая скотина Соответственно Другим участникам Уже не вступал Ничего На серпантине Там еще Ему сделали замечание А он сразу Сюда иди Я твою маму Ты понял Я твою маму Ну вы понимаете Какая национальность Была у водителя Я твою маму Потом взял И остановился Подошел к этому Пассажиру Который сделал замечание В итоге там Все А сейчас Наконец-то остановки Вейн Да я тебя Я твой род Ну как бы Емучил Я тебя Ну все знаете Все в таком духе Как это все И принято Ну что Стыдоба Стыдоба Да и все Стыдоба Ну хотел выйти Ну вышел бы А так Как бы обычно Понтов выше крыши И так далее Понимаете Ну это непонятно Сочи спасли Семерых человек В Черном море Ну у нас Знаете Вот эти Херовина Саппорт Или как Снаборда Ну короче Фигня На доске Свисло Раньше Картина была Девочка Свисло Ну и что Взяли Течение Отбил За 5 километров От берега Ну и все Конечно Тихо Свистну Громко Пернул Говорит Ну как Так Ну вы че Ну вы че Да ничего Понимаете Ну и все Вот Поэтому Спасли Кое-как Ну а куда деваться О А Это по нашему Да ребят По нашему По нашему Это я понимаю У нее второй день Он уже Уже Выбухает Ну че Узнали себя А Красавцы Узнали себя Ну стыдно Должно быть Стыдно Должно быть Ребят Ну стыдно Должно быть Ну как так то В таком виде Гулять В таком виде Да еще и гулять Ладно ребят Вам всем Прекраснейшего Настроения Вам всем Побольше Позитива Конечно же Всем еще раз Спасибо За поздравлением Всю ночь Я не спал Блин Может быть Сегодня где-нибудь Возьму И в машине В машине Как настоящий Таксист Такой возьму Откину Включу кондиционер И немножко Возьму Да И посплю Не выспался Не выспался Ну бывает такое Все равно Как бы Ты не выспался Но все равно Ты понимаешь Как бы У тебя в семье Появился такой Маленький Ну блин Меньше шпица Блин Вот такой Маленький Прям Я не знаю Почему Когда я беру Ребятенка Почему она Сразу успокаивается Может она боится Что я возьму ее И там Не знаю Там 16 этажа С балкона Выкину Может еще Может у нее Есть инстинкт Самосохранения В отличие От Максима Кламейцева Который свой рот Открывает И иногда Всякую дичь Говорит Может у нее Есть инстинкт Самосохранения Потому что Когда мы берем Как бы Я когда И все Она сразу Папа Я Я не кричу Все нормально Ну все Начинаешь ее На раз На кроватку Потом берешь И там Папа Все нормально 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 же Общались Ну он что Давай Давай еще раз На балкон Выйдем Поглядим Ночной город Смотри Какая красота Ну наверное Так наверное У меня Ника Максимовна Говорит Правильно Правильно Да 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 Все равно Знаете Я помню Вам говорил Когда у меня Дожа была родиться Дочка Как бы Настя У меня У меня Не было Этого Эффекта Что там Я ждал Там Что-то такое Еще Такого Не было Вот честно Слово Не было Да Ну родилась Родилась Все Ну вот Именно Когда Ребятенок Попал В Квартиру Вот Да Вот Когда Отношение Что к первому Ребенку Второму Я смотрю Чувства Прямо Одинаковые Вот процесс Ожидания Разное Потому что Нику я ждал А дочку Старшую Насю не ждал Но она знает Как бы Поэтому У меня не было Такого Ну что Мне пацану Там был 21 год Я там Как бы Сами понимаете Ну что В 21 год Ты это можешь Понимать Да В 21 год Тебе был А вот Именно Сейчас Вот Именно Сейчас Вот Когда Я беру Что Я Я сразу Беру Нику И сразу Вспоминаю Так же Как я Мрал И Нянчился С С Настей А вот Здесь Вот это Чувство Прямо Одинаковое Не могу Скать Что Как бы Кого-то Я сильнее Сейчас Какой-то Период Любил И так Далее Вот Процесс Ожидание Все Вот Поэтому Если вдруг Вы Молодые Красивые Если вдруг У вас Сейчас Не знаю Беременны Ждете Ребенка Или еще Что-нибудь Вы видите Что Ваш Парень Не знаю Ваш муж Или еще Что-нибудь Как-то Может Не так К вам Относится Как вы Себе Нафантазировали Не знаю Что там В фильмах Показывают Что там Подходят Каждые Две Минуты К животику Служит Гладит Если Такого Нет Ничего Страшного Как бы Но Говорю У меня Процесс Был Я там Ждал Переживал Там Все места Не находил Каждый раз Но это все чувствовали Да Наверное Последние Три месяца Но Когда они Родились И когда Они оказались У тебя В твоих Так скажем Объятиях Одинаково Поэтому Если вдруг Ваш мужик Не проявляет Активность Сейчас Пока вы Беременны Не переживайте Как только Он возьмет Вашего Ребетенка В руки Он вам Не отдаст Вам всем Всего хорошего И у нас Началась Новая жизнь Всем добра Бобра И пока